Го глянем, вот что еще нашел нам, смотрите, чат. Краткая история советского киберпанка, го. Всем привет, с вами снова... Должно быть интересно, и мы сейчас на самом деле охуеем от того, вот казалось бы, вот реально даже и не подумаешь, что это делали, или мечтали, или думали о таком, потому что, ну, вы сейчас поймете. Краткая история. Будущее. Как же много значений у этого слова. Одни сразу представляют себе роботов, уничтожающих человечество. Другие, Марти Макфлай, которые путешествуют вместе с доком. Третьи же думают лишь о том, как напьются в баре в предстоящие выходные. Каждый видит... Плюс кто думает о том... Плюс кто думает о том, как напьется в баре в предстоящие выходные. Да, по-моему, большинство думает именно об этом. В будущем по-своему. Но сейчас мы легко можем узнать, как представляли его в... Блядь, чат, а вы бухаете, когда мы аниме стримим? Кто-нибудь из вас, ну, бухает во время аниме дней? Они же по субботам проходят. Просто мне кажется, аниме, оно как-то не располагает к бухачу. Только если это не специальное аниме, какого-нибудь аниме о крафтовом пиве, например. Я уверен, такое есть. В прошлом, например, во времена СССР. Тогда твой дед не видел ничего круче, чем Жигули. Но мечтал он о настоящем киберпанке, как и ты сейчас. Не веришь? Давай, тащи свой зад в наш Делориан. Пристегни ремни безопасности и вперед в прошлое. Стой, стой, стой. Прежде чем мы стартанем, обязательно подпишись на наш к... Можно сказать точно, что у советских футурологов было все в порядке с фантазией. Они писали невероятные книги, рисовали сотни... Да, вот это же настоящий киберпанк, помните это? ...и картины даже снимали невероятные фильмы. Чтобы убедиться в этом, посмотрите Гипербелоид инженера Гарина, Москва Кассиопея и Через терник звездам. Эти картины в свое время были гораздо круче, чем все ваши интерстеллары, марсианины и чужие вместе взятые. Кстати говоря, если подумать, ведь реально, пиздец, какой был подход, и даже и не подумаешь, что тогда вообще осмеливались на что-то такое. Прости, но... Потому что, когда думаешь о том народе, в те времена, он вот почему-то... Почему-то в голове формируется, как такой, знаете, зажатый, закомплексованный, не умеющий мечтать, не готовый к чему-то футуристичному, который зажат и зациклен на бытие, которое окружает его здесь и сейчас, на каком-то обычном, практичном бытие, без каких-то интересных излишек, какой-то стиля, атмосферы и так далее. А потом, когда сталкиваешься вот с таким, что было тогда, о чем люди думали, о чем на самом деле даже писали и так далее, и ты понимаешь, что ничего подобного. Ничего подобного. И это очень круто. Но это так. Нормальные пацаны и девчонки засматривали кассеты с этими фильмами на своих видеомагнитофонах до дыр, пока чей-то папка не записывал сверху какой-нибудь тупой боевик с Чаком Норрисом. Вот это удар. Но больше всего эти люди фанатели от журнала «Техника молодежи». Только зацените эти обложки... Бля, реально просто посмотрите. Это реально обложки техники молодежи, чат. Вы вообще можете при... Это удар. Но больше всего это... Посмотрите! Одна тысяча девятьсот тридцать шестой? Я просто не шарю. Одна тысяча девятьсот пятьдесят второй. От журнала «Техника молодежи». Посмотрите! Да это же готовые концепты... Концепт... Готовый концепт-арт для какой-то... Бля, ну лол! Только зацените эти обложки. Вот! Бля, зацените! Ребята, одна тысяча девятьсот пятьдесят второй год. Посмотрите! С их помощью все читатели реально могли заглянуть... Блин, насколько круто! Заглянуть на сто лет вперёд... Ах, смотри! Тысяча девятьсот сорок шестой! Без помощи магического шара! Бля, ну лол! Тысяча девятьсот пятьдесят первый. Только там можно было увидеть летающие... Смотри! ...и тачки. О таком транспорте думали все, начиная от подростков и заканчивая политиками высшего эшелона. Пиздец, да? Вот даже и не подумаешь о том, что в СССР вообще, блядь, о таком мечтали, и уж тем более делали какие-то обложки такие для журналов, да? Вот серьёзно, я просто эту тему не изучал, вот эту вот тему не изучал и никак её, ну вы поняли, не касался. А там вон, как оказывается, было. ...эшелона. Тогда даже обладатель какого-нибудь старенького Мерседеса или БМВ считался настоящим инопланетянином на дороге, который прилетел в Союз, чтобы захватить Сталина. Но это не мешало людям мечтать о летающих болидах. Видимо, уже тогда все понимали, что проблемы с дорогами не решить, и единственным выходом из ситуации было создание полусамолёта-полутачки. И знаете, что самое интересное? Одну такую машину даже построили. Это был ГАЗ-16, который сделали советские инженеры. Двух с половиной тонны... ...на воздушной подушке. ...махина могла... Кстати говоря, помните, было время, когда был дикий хайп на транспорт на воздушной подушке? Там что-то прям расхайпили его в сериале даже каком-то был, ещё что-то. Но это было, конечно, не в 51-м году, а гораздо позже. Но был, конечно, какой-то бум. Я вот помню в своём детстве именно, что какой-то прям был бум на вот эту хуйню на воздушной подушке. Прям все они говорили, там что-то делали. Рейти над землёй благодаря мощным пропеллером по бокам и подаваемому из насосов воздуху. Она поднималась всего на полтора сантиметра. На полтора сантиметра? При этом красотка могла раз... От земли, от земли, блядь, торчала. Скорость до 40 километров в час. Правда, на испытаниях ласточка ни разу не пролетела больше 12 метров. И проект решили закрыть из-за слишком дорогого производства. Эх, если бы всё прошло успешно, у нас был бы лучший автопром в мире. Ах, эти мечты. 1955-й. Также там можно было увидеть первый в мире концепт атомного самолёта. Написал статью о нём не какой-то ноунейм-гик, а генерал-майор инженерно-технической службы Георгий Иосифович Покровский. Охуенно, да? Он убеждён, что ядерную энергию нужно использовать не только на космических кораблях, но и на авиации и даже автомобилях. По его мнению, атомные самолёты легко могут совершать кругосветные путешествия на сверхзвуковой скорости. А пользоваться этим должны все. Ну или те, кто может позволить себе прикупить билет. Эти птички могли находиться в воздухе по несколько месяцев и ни разу не спускаться на Землю. Это отличная идея. Главное, чтобы на борту не было детей, которые обожают кричать. Иначе пребывание там превратится в настоящий кошмар. Несмотря на то, что такое устройство пытались построить и Штаты, и Советский Союз, оно так и не появилось. Пока что. 1959-й. В 1959 году в журнале «Техника молодёжи» даже показали лифт в космос. Да, если быть точным, придумал эту штуку ещё Циолковский на 60 лет раньше, но готовые чертежи показали всё-таки в СССР. Это была специализированная пневмобашня высотой в 160 километров. Штуковина могла отправлять в стратосферу людей и приборы без использования ракет. Только представь себе, ты заходишь в кабину лифта, но вместо того, чтобы подняться на свой девятый этаж, летишь вверх со скоростью 60 километров в секунду. И то, что тогда казалось безумной идеей, сейчас вполне может стать реальностью. Устройство уже разрабатывают в НАСА, а Япония вообще пообещала показать первый прототип в 2050 году. Пиздец, конечно. Ча, 2050 год. Сохраняем здоровье, плюс 30 лет. Мы должны застать это. 1960-й. Тогда же считали, что должна появиться первая в мире станция управления погодой. Эта чудо-штуковина, похожая на инопланетный корабль, могла бы создавать для всех нас идеальные природные условия. Только в мире начнётся какой-то ураган, шторм или просто ливень, управляющий жмёт на кнопку, и корабль с командой уже спешит на помощь. Как Чип и Дейл. Судя по всему, создатели фильма «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом списали свой сценарий один в один с журнала. Нехорошо так делать. Этот аппарат точно пригодился бы в Питере, где дожди льют сколько? 364 дня в году? Ну а пока нам остаётся просто наблюдать за тем, как тратят сотни миллионов на разгон облаков перед праздниками. 1960-й. Также в Советском Союзе считали, что города нужно строить под землёй. Вот эти школьники 2017-го года в учебном кинозале. Особый приём кино, лупа времени, позволяет им наблюдать, как создавался новый облик страны. Бля, верните мой 2007-й, бля, 2017-й, нахуй. Ой, бля, вот они были представления, бля. Вот они были представления, вот они были представления о будущем, бля, чат, пиздец, хорошо. Возможно, это связано с тем, что вот-вот закончилась Вторая мировая. Тогда в Японии как раз взорвалась первая атомная бомба, и люди переживали, что это может повториться где угодно. Одним из таких подземных мегаполисов должен был стать Углеград, который хотели возвести под Арктикой. Там планировали добывать уголь с помощью сверхсовременных устройств. Но это был бы не просто рабочий город. Тут хотели наделать небоскрёбы, дороги, рестораны, искусственные пляжи. Короче, всё, что необходимо для счастливой жизни. Но ничего подобного человечество пока не реализовало. И, 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 ну, и, блядь, и понятно, почему. Ебаня, нихуя, если, блядь, захотели. Ещё удивлены, да, нормально. 1969-й. Также фантасты хотели изменить вообще весь транспорт. Кому в будущем будут нужны трамваи, троллейбусы и метро? Именно так думали в СССР. Им на смену должны были прийти змеи-ходы, механические лошади, черби-ходы и прыжко-ходы. Чёрт побери, люди даже могли управлять четвероногими роботами, находясь внутри. Только посмотрите на всё это. Чем не советский Бостон Динамикс? Но, как мы знаем, ничего подобного пока ещё не появилось. Либо это всё полный бред, который не имеет смысла. Либо человечество... Блядь, нет, ну вот со змеями и так далее, особенно вот этот хуйня, который, блядь, показали. ...ёщё не настолько преисполнилось, чтобы вводить такие крутые штуки в повседневную жизнь. 1971-й. Помимо подземных городов, должны были появиться и космические. Как раз о таком небесном обществе писал в журнале фантаст Сергей Житомирский. Проект получил название «Летающие острова Венеры». Зато сразу понятно, какую планету люди собирались колонизировать первой. Ни о каком Марсе речи тогда и не было. Это уже всё продел... Блядь, Настя, это же Илон Маск. ...вашего... ...блядь, это же Илон Маск, лол, нахуй. ...Илона Маска. В те времена считалось, что люди будут жить в огромных дирижаблях около поверхности планеты. Парки... Блядь, дипфейк, блядь, чат, да? ...рапорты, сельскохозяйственные поля и так... Нет, а что вы понимали, я знаю, что эта запись была старого выступления. Даже группу знаю эту. Я про это и сказал, что, типа, ну... Блядь, чат. ...далее. Всё это будет находиться под плёнкой, которая должна удерживать кислород. Люди же будут жить внутри самого аппарата. Сколько именно таких устройств нужно для переселения... Блядь, чат, спасибо, что сказали, что фейк. Потому что я подумал, что хуй знает, когда Илон Маск выступал на сцене у нас где-то в СССР, блядь. При этом прошло до хуя времени, он совсем не состарился. И оказался в Америке и начал делать там разные, блядь, разные штуки, чат. Спасибо большое. Пиздец. Реально, я без вас бы этого... Я вот до сих пор думал, пока вы мне не рассказали, что на самом деле всё работает иначе. Пчеление человечества – вопрос. Но прямо сейчас НАСА разрабатывает проект Хавок для колонизации Венеры. И что, по-вашему, там будет использоваться для жизни? Правильно, дирижабли. 1975-й. Нас с вами также должны были ждать автомобильные небоскрёбы. Огромные автостоянки в форме пчелиных сот должны были построить по всей стране. Любой водитель мог заехать на машине в лифт, подняться в выбранную ячейку и бросить свою ласточку там. Эта идея решала бы кучу проблем современного общества. Наличие парковочных мест, свободный от машин город, красивый дизайн. Варламов от такой урбанизации залил бы всё слезами счастья. Подобные архитектурные решения сейчас действительно разрабатывают по всему миру. Но действующего прототипа так и не появилось. Вот и приходится бросать своих малышек где придётся, прикрывая номера листком с дерева, чтобы не схлопотать очередной штраф. Ну вот и всё. Теперь вы понимаете, как видели будущее, прошлые поколения и что в итоге ничего особо не изменилось. Теперь с нами происходит то же самое. Полёты в космос Илона Маска, беспилотные автомобили, мобильный телефон в кармане. Вот и всё, что подарила нам настоящее. А остальное... Придётся подождать. Надеемся, будущее ещё окажется таким, как его видели фантасты. О чём вы бы хотели увидеть в следующий выпуск? Свои варианты пиши в коммент... Ну ладно, неплохой... Неплохой... Тарик, тут и понотель. Ребята, неплохой видос на самом деле. Сейчас, хочу кушать, знаете, посмотреть. Смотрите. Это обложки журнала «Техника молодёжи». Бля, просто... АНИМЕ!